всем привет с вами елена вивас из аргентины и вот гуляя сегодня по парку ривадавия снимая для вас новое видео о районе в котором живет средний класс все как вы меня и просили я решила для вас параллельно записать еще одно видео тела бы поговорить о таком наиболее часто задаваемом вопросе который меня постоянно удивляет это вопрос какие нужно взять с собой в иммиграцию медикаменты а еще больше всего меня всегда удивляют ответы с огромными списками медикаментов которые все навязывает автору вопроса взять с собой то есть это вот без этих медикаментов в иммиграции вы не выживете и так давайте посмотрим на это немножко более рациональным взглядом я хочу просто это рассказать на своем примере вот у меня третья иммиграция и поэтому я вполне считаю себя а в праве а говорить на темы как правильно подготовиться к иммиграции вот жила такая девочка лена в россию которой в прикроватной тумбочке кроме аспирина в принципе никогда ничего и не было собралась эта девочка лена в иммиграцию и почему-то она должна подумать о том какие медикаменты есть собой нужно взять в иммиграцию вот тут у меня в принципе возникает вопрос а нафига то есть если я в своей обычной жизни не пользуюсь никакими медикаментами дата зачем они мне нужны будут в иммиграции особенно те медикаменты которые какая-то там не знаю клава иванова посчитала нужным обязательно взять для нее потому что у нее ну не знаю там съест кабачок и она в туалет бежит потому что у нее желудок нифига не работает и есть она там всякую дрянь или потому что у нее бывают приступы головной боли по каким-либо причинам опять же ее особенности именно ее особенности образа жизни а мне она или другому человеку нафига это нужно да то есть если вы собираетесь в иммиграцию и задумываетесь о том что вам нужны какие-то медикаменты окей это должны быть те медикаменты которыми вы пользуетесь в силу вашего здоровья в силу каких-то ваших хронических заболеваний или у вас есть какие-то особенности организма которые вас заставляют постоянно принимать какой-либо медикамент который вам позволяет жить нормальной жизнью окей это то что вы принимаете да это то что вам прописал врач это то без чего вы и дома жить не можете до нормальной жизнью вот эти медикаменты вы возьмите с собой я не знаю там на два на три первых месяца пока вы не обоснуетесь на том месте куда вы приехали если вы едете в какую-то экзотическую страну и вы боитесь что от местной пищи от местной воды вас могут быть какие-то проблемы с желудком но только вы знаете до слабости своего желудка и только вы знаете какие в данном случае нужно принимать медикаменты именно для вашего организма если не знаете то проконсультируйтесь со своим лечащим врачом если же вы едете в европейскую страну то я вообще таких вопросов не понимаю потому что в европе в любой стране европы есть абсолютно все медикаменты более того вспомните вообще-то всю жизнь мы просили знакомых из европы привести какие-либо медикаменты и никогда это не было наоборот с какой радости вдруг сейчас пошла такая мода собираясь в миграцию запасаться какими-то чемоданами медикаментов в европе нет медикаментов в аргентине где лучшая медицина в южной америке нет медикаментов я в данном случае могу понять только одно да когда вы приехали вы можете еще не знать языка и это нормально да не все отправляются в эмиграцию заранее выучив язык потому что все мы эмигрируем по разным обстоятельствам и рассуждать на темы знания незнания языка когда вы прибыли в новую для вас страну проживания я считаю это некорректно да у каждого свои причины у каждого свои стимулы каждый отправляется в эмиграцию со своей скоростью поэтому обстоятельства могут быть разные и поэтому пока вы еще на новом месте осваиваетесь вы не знаете как сходить в аптеку вы еще пока не обзавелись друзьями которые вам могут здесь параллельно помочь с языком да с переводами на первое время да можно взять эти медикаменты которые вы используете постоянно в своей жизни и что-то вот ну про запас я не знаю ну там упали вам что-то обезболивающее да вот потому что невозможно подстелить соломку на все случаи жизни я по себе скажу вот когда ехала в испанию я помню вообще ничего с собой не брала венесуэлу я тоже ничего с собой не взяла ну и же из испании переезжая в аргентину я с собой просто на дорожку взяла процентамол потому что у меня был были долгие перелеты переезды я добиралась из испании в аргентину по моему больше двое суток у меня заняло все это мое расстояние разные страны я думала ну мало ли не везде может работать карточка а моя банковская поэтому я собой на дорожку взяла на всякий случай парацетамол и все потому что во все все остальные случаи их предусмотреть нельзя ну и в принципе для всех остальных случаев да есть экстренная медицинская помощь есть аптеки в которых есть все вот это вот самая главная фраза которые некоторые не могут принять в аптеках нет лекарств вам необходимых да только в том случае первое если вы не знаете языка но для этого можно в принципе и переводчиком электронным переводчиком воспользоваться можно приехав на новое место обычно нормальные люди обзаводятся друзьями я всегда тоже помогаю вновь приехавшим и могу его аптеку сопроводить еще куда-то сопроводить до помочь подсказать потому что тоже когда я совершала свои первые миграции мне тоже простые люди просто вот от всей души помогали почему бы нет и второй случай это наверное самый важный случай когда не находят нужные лекарства в аптеках и тогда просто вы их не умеете выбирать дело в том что некоторым лекарствам люди привыкают по по их торговому названию да то есть не медикамент ищут необходимый а ищут именно ту торговую марку которой они привыкли на родине так частности в россии на украине в казахстане так далее но торговая марка вас не лечит да то есть нужно всегда смотреть поставляющую этого медикамента которые вы обычно принимаете в каком-либо случае и уже приходя в аптеку спрашивать именно лекарства с этим ингредиентом но вот чтобы было понятнее да например в россии при всех проблемах желудка обычно назначают мизин форты да и на него я помню была огромнейшая такая массивная реклама в свое время когда я жила по крайней мере в россии что казалось что без этого мизин форты вообще наверное никто и есть не садится и если приехать в некоторые страны европы то его там можно не найти особенно когда форты форты вообще как бы не особо такой популярное слово да то есть усиленное что-либо но смотрим из чего состоит тот же самый мизин форты да его основная составляющая его основной составляющей лечащий ингредиент это панкреатин следовательно если вы приехали куда на какую-либо страну где этот самый как пример да я привожу мизин форты он не продается значит вы спрашиваете в аптеку препарат препарат который содержит панкреатин и в нужной вам дозировки в той дозировки которую вы обычно применяли на родине и которая вам помогала переносить какие-то проблемы с желудком и уже на основе вот этого панкреатина вам всегда подберут препарат с другой торговой маркой другого названия который содержит эти вещества то же самое касается абсолютно всех медикаментов не нужно думать что вот все на родине есть все а то куда вы приехали все пропало ничего не пропало а да я не исключаю что могут быть какие-то страны с слабо развитой экономикой со слабо развитой медициной где каких-либо препаратов нет но если вы отправляетесь свою эмиграцию в европу если вы отправляетесь свою эмиграцию в аргентину то знайте что все медикаменты есть и не нужно тратить время на закупку всех аптек вокруг вас в том месте где вы живете не нужно закупать а список лекарства которые вам посоветовала какая-то клава иванова в интернете который вы не знаете у которой неизвестно какие заболевания и почему вообще это она пьет еще больше меня удивил вопрос какие лекарства взять своей кошки боже я когда на родине жила у меня сколько было котов ни разу никакие лекарства не покупала если бы я захотела с собой кота привести в эмиграцию я не знаю почему у меня должен был возникнуть этот вопрос какие лекарства мне кто-то посоветует а взять для моей кошки на основании чего если она всегда была здорово и лучшее лекарство для нее был вискос то же самое касается и вашего собственного здоровья не нужно следовать вот этим вот примитивным советом и списком из не знаю там и по 20 и по 30 лекарств вот это вот это это надо вот это тоже надо без этого вообще нельзя а вот этого нет вы знаете если не каких-то лекарства нет в европе то скорее всего они запрещены просто к применению где-либо за пределами россии и такие случаи тоже есть если это лекарство во всем мире считается опасным для здоровья как например нож по но почему-то она очень популярна в россии то может следует задуматься почему она во всех развитых странах запрещена к продаже неужели вы думаете что министерство здравоохранения других стран считают желают своим жителям только самого плохого и мучиться в болях может все-таки потому что это лекарство наносит больше вреда чем польза организму и поэтому она не продается в других странах я думаю классно как я думаю есть над чем а задуматься корона я специально здесь стала чтобы мне вот такая была корона из вот этих цветков омбу вот в принципе на этом у меня все а сейчас я пойду снимать для вас следующее видео в котором я вам расскажу где живет средний класс буэнос-айреса поэтому кто еще не подписался на мой канал вон там вот внизу подписывайтесь ставьте свои лайки мне они всегда приятны а вам это не сложно и оставляйте комментарии готовились когда вы готовились к иммиграции вы тоже собирали мешки медикаментов и или все же смогли решить все свои проблемы здоровьем на месте всем пока пока с вами была елена вивас из аргентины а